Добрый день, друзья! Добрый день! С вами видеоблог 10 минут жизни в Канаде Владимир и Ольга. Ольга и Ольга. Мы сбились с нашим традиционным приветствием. Я расскажу почему. Подождите, это самая смешная история. Мы только что записали почти все видео. Мы записывали его на прекрасном бэкьярте. Все было чудесно до тех пор, пока какая-то гадская, безумная, вонючая собака, соседа не стала лаять безостановочно. Вот она лает до сих пор на улице. Это такая, знаете, маленькая, но очень гавкучая собака. И сделать ты ничего не можешь. Поэтому перебрались на кухню и записываем его заново. Здравствуйте, дорогие друзья! Поэтому мы уже выпили по бокальчику. Половинки. По половинке бокальчик. На самом деле у нас сегодня есть хороший повод. Ровно 6 лет назад мы переехали в Канаду. И сегодня ровно 18 августа, в 2015 году мы переехали. Мы уже были в Канаде. Да. И давайте поговорим о том, как, зачем, почему. Что у нас произошло за эти 6 лет. Что получилось, что не получилось. Обсудим и поговорим. Стоило ли оно того? Да. Давай. Такой тизер. Давай. Будем. Начнем с того, почему, как, когда и как быстро. Основная причина нашего переезда была 2014 год. Война в разгаре. Война в Украине. События все. Уровень жизни сильно упал. Доллар растет. Всех призывают рожаться. В общем, вся такая неопределенность, неустроенность. Такой страх, условно, какой-то. Критическая масса накопилась. И мы решили, что пора, пора валить. Было изучено множество вариантов, как переехать. И мы остановили свое внимание на варианте через учебу. Именно в Канаду. То есть мы еще выбирали тоже страну. Страну мы выбирали, исходя из того, какой язык мы знали. Ну, на самом деле, выбор страны не был прям аж супер таким сложным. У нас в Канаде были друзья знакомые. По-английски мы, условно, знали. По-английски могли так изъясняться хотя бы чуть-чуть. И, соответственно, как бы не было... Хотелось, конечно, в Европу куда-то поближе, но никаких программ нет иммиграционных нормальных в то время не было. Просто про Британию я не говорю. Там всегда было сложно иммигрировать. Ну, там было сложно blend. То есть как бы... Как это будет по-русски? Ассимилироваться. Ассимилироваться, да, в эту среду. Любая другая европейская страна – это язык. Австралия далеко. Америка не очень прикольная. Канада очень иммиграционная страна. Окей, давай изучать варианты. И вариант был самый быстрый через учебу. Ну, переехали. Ольга поступила в колледж. Я... При поступлении в колледж члены семьи получают рабочую визу. Ну, второй член семьи, партнер получает рабочую визу. Два года она проучилась в колледже на Project Manager. После этого дали рабочую визу на три года. У меня, соответственно, была два года рабочая виза, потом на три года продлили ее еще раз. То есть, нюансы все эти мы рассказываем. Мне кажется, у нас есть очень отличная часть видео о том, что 10 шагов про иммиграцию в Канаду через учебу. То есть, там это много подробной информации. Она может быть немножко устаревшая где-то, но, тем не менее, она рассказывает о основных шагах, которые вам потребуется и нужно сделать для иммиграции через учебу. Поэтому смотрите видео, информация все еще актуальна, хотя она была записана два года назад. Иммиграция через учебу все еще остается достаточно простым, быстрым, эффективным способом. Единственный его минус – это достаточно длительный. Money, money. И плюс вам необходимы дополнительные деньги на учебу. Учеба в колледже стоит в районе 15 тысяч долларов за год. Хотя, когда вы пойдете работать, вы эти деньги достаточно быстро отобьете. Но я отбила эти деньги. Буквально в первый же год. Ну, они быстро отбиваются. То есть, если есть возможность взять даже деньги не свои в кредит, то вы их, в принципе, можете вернуть. И мы это решение приняли, я помню этот прекрасный момент, когда Владимир очень нехитрым способом привез меня на консультацию, там где Ниагарский колледж рассказывал, как это замечательно учиться в Канаде, как легко сюда переехать. И я такая вышла. Ребенка, по-моему, полтора месяца. Я говорю, окей, поехали. Конец ноября 2014 года. И вот в августе 15-го мы уже были в Канаде. То есть, прошло где-то 9 месяцев с нашего решения до момента переезда. То есть, вариант очень быстрый, да. Я уже в январе сдавала IELTS. В мае, мне кажется, я уже поступила, да. Нам в мае пришло подтверждение. Даже на медосмотр нам в мае уже пришло подтверждение. И просто 2 месяца мы ждали уже. Собирали чемоданы, паковали. Это очень быстро. В общем, если плюс возраст. На тот момент у нас был достаточно неплохой для эмиграции. 32 и 37. И не слишком молодые. И еще и 40 нет как бы. 37, 38. 37 ладно. 37 ладно, да. Не важно. В общем, если ваш возраст меньше 40, то это вообще нормально абсолютно. А даже если больше 40, то тоже можно ехать по учебе. У меня есть несколько знакомых, которые так переехали. Но нужно думать и планировать все заранее. Потому что как бы в любой эмиграции нужно, особенно когда вам после 30, нужно думать, планировать и смотреть, и как, и крутить. То есть в любом случае продумывать. Можно ехать вот так вот, условно, без понятия. Это когда вам 20+, и вы едете, и вам все равно что вас ждет. Вы готовы на все. И вот вы едете, и такое у вас приключение. Ну, не важно. Давай поговорим про наши успехи. Что у нас произошло за эти 5-6 лет. Угу. Шесть. Шесть лет сегодня, да. Становно, что я когда думал, о чем буду говорить в этом видео, я подумал о том, что наконец-то, на шестом году нашей жизни, мы, если захотим вернуться и продадим все, что у нас здесь есть, мы уйдем в плюс. Большой плюс причем. Накопилось equity, как это будет по-русски, как бы, благосостояние, материальное благосостояние, которое позволит, в принципе, жить не бедно. И даже если мы вернемся. Да. Даже если мы вернемся, не смотря, что у нас здесь и кредит на жилье, и как бы кредит на машину. Мне кажется, на все кредит. На все кредит, но тем не менее. Но тем не менее, как бы, даже если мы это все продадим и выплатим, мы все равно вернемся. Большим плюсом вернемся, да. Это большой плюс. Как бы, это улучшает настроение. Это немножко успокаивает. В том плане, что переезд был не зря, в материальном плане, поскольку первые несколько лет это сложно в материальном плане, поскольку первое время там тратится заначка, потом она пытается там, пытается эту заначку как-то отбить, отработать, там, заработать денег, устройство. Даже там не на заначку, там просто на жизнь. Ну, будем откровенны, то есть как бы первые года сложно. Это как бы мы никогда не врали в наших видео, мы очень позитивные люди, но мы говорим и говорили всегда, что вы должны ехать с пониманием того, что будет сложно, оно становится легче, если вы прикладываете усилия, если нет, наверное, не становится, но как бы если вы позитивно смотрите на вещи, вы хотите чего-то добиться и вы делаете, все возможно, но нужно приложить усилия, то есть это как бы однозначно, то есть сюда ехать просто так, что вам тут все будет дано, наверное, нет. Ну да, я поменял там столько, 7-8 работ, это как бы не преувеличение, на самом деле. Вот, ты поменяла сколько, 3-4 работы? И я поменяла 2, если не считать парт-тайм, не надо, не надо. Давай начнем с первой. Ну подожди, если компании считать или профессии? Ну профессии. Ну кафе у меня было парт-тайм, я работала баристой парт-тайм, потом я работала аккаунт-менеджером в Роджерс, там же в Роджерс я пришла на проект-менеджера и работаю в ТД проект-менеджером, то есть в принципе в компании, если фулл-тайм считать, 2 компании. Три работы. Две компании, три работы. Три компании, три работы. Ну и в фулл-тайм я считаю. Какая разница, в фулл-тайм? Ладно, мы потом с ним поспорим. Ну вообще не важно, то есть как бы я подрабатывала, учила английский тогда, как бариста. Отлично, кстати, работаю, мне нравилось. А сейчас я работаю и даже вот интересно и смешно сказать, что когда-то, когда я училась на первом курсе, мы шли с моим прекрасным другом Михаилом, о котором, кстати, у нас есть видео предыдущее, они дают интервью с его мужем, о том, как они сюда эмигрировали. Мы шли по центру Торонто и думали, как было бы круто там работать. Мы там были первый курс, там пару месяцев в Канаде, но, наверное, никогда там, может быть, и не получится, потому что мы же приезжие, мы же тут эмигранты, ну как было бы круто. Тем не менее, до ковидные времена, и когда мы вернемся, наверное, мой офис находится в самом центре, я не знаю, что может быть в центре, наверное, чем наше здание. В одном из самых хороших банков Канады, в одном из самых лучших работодателей Канады, я работаю project-менеджером, и, как бы, ну это круто. То есть мечты избываются, но требуют усилий некоторых. Да. В общем, в карьерном плане нормально все. У меня тоже, можно сказать, нормально. Есть там небольшой карьерный рост в продажах, которыми я занимаюсь, IT-продажи. Есть небольшие, как бы, сомнения, стоит ли продолжать эту стезю. Возможно, перейду в более какие-то прикладные вещи, связанные с IT, но это пока на этапе раздумий. Потому что старость, так спокойнее. Да, старость. На самом деле, это самая прикольная штука, что в Канаде вы, неважно, сколько вам лет, даже если вам столько, сколько Владимиру. 42 всего лишь. Или 40, сколько мне вообще. 42? Да. Можно поменять профессию. То есть можно пойти учиться, можно отучиться, можно изменить профессию, можно изменить направление, и начать там с каких-то азов нуля и подниматься дальше. То есть это плюс. В то же самое время, когда в нашей стране исхода, мне кажется, в резюме написано, пожалуйста, больше 40 лет, можешь не подаваться. То есть даже не подавайтесь. То есть здесь такого и джизма нету, и это круто. Потому что если говорить о том, что продолжительность жизни увеличивается, и пенсия там в 70 с хаком лет, то ты прошел еще меньше путь своей карьеры, чем тебя ждет впереди, сколько тебе еще потрачат. Точно так же для всех остальных. Если вы хотите менять, пожалуйста, все карты ваши. В плане английского, значит, на шестом году жизни наконец-то я почувствовал, что моего английского достаточно для всего. И для работы, и для жизни. А к доктору сходить? Даже к доктору сходить. Ну то есть нет уже, то есть если раньше мой английский меня бесил, особенно в профессиональном смысле, то есть сложно было общаться с клиентами, то есть всегда чувствовал какую-то вот удовлетворенность, собственно, английским. Сейчас я либо забил это дело, либо уже настолько привык и ассимилировался, что уже не обращаю совершенно внимания. Про то, что там смотришь фильмы, там общаешься с людьми на улице, вообще не паришься. Ну то есть слава Богу получилось с английским. Потому что когда мы сюда переезжали, у нас было как бы ложное ожидание, что наш английский хороший, но эти ожидания, они разрушились буквально первые же там пару недель нашего пребывания в Канаде. Поэтому если вы планируете переезжать, максимум усилий прилагайте на английский. Никогда не бывает этого малого. Это просто... Помнишь, как мы заказывали кофе в Тим Хортонс? Да. Кофе, донат, кофе, донат, бейгл, дайте мне что-нибудь. Ну у меня где-то такая же история. В общем-то я приехала и мне было очень сложно. Я еще такая, я не люблю, когда звучать неправильно, там некорректно. Я хотела бы выражать свои эмоции, цитировать фильмы, там не знаю, бриллиантовую руку. То есть мне этого всего не хватает. Вот шутить очень сильно. На английском мои шутки какие-то получались корявенькие. Когда я пошла работать, тоже вообще, конечно, это было эпичным аккаунт-менеджером. То есть что касается продаж, нужно было звонить людям. Я очень стеснялась. Я людям говорила, что ой, вы меня не поняли. Это, наверное, мой английский, мой акцент. Я взяла себе логопеда, чтобы мне поставили правильную речь на английском. На самом деле я, что я была ленивая, до конца не пришла курс. Но тем не менее там мне какие-то развуки поставили. Там я не знала, что как сказать коллегам. Сейчас я на том же моменте, когда я забила. Я вижу, что люди, которым я говорю, они либо понимают, либо просто кивают головой и машут. Но тем не менее то, что я их прошу сделать, они делают. Работа отделается, меня там хвалят. Я какие-то получаю награды, как лучшие сотрудники года. То есть я понимаю, что люди, наверное, понимают, что я говорю, раз мне дали награду. То есть я уже позабила, я уже... Хвастунишка. Ну я же должна позабиться, да. Но тем не менее, что люди понимают, как бы есть куда, над чем учиться и что улучшать. Но я уже со смехом, с юмором воспринимаю свой английский. Если там кто-то меня не понимает, я там отшучусь. Я там выражусь другими словами. И это, ну, гораздо лучше, чем это было. Да. Давай по временам. Ну еще в рейтинг у меня, кстати, надо обучить. Ну такое, да. Круг и общение. Как бы за 6 лет у нас уже устоялся круг общения здесь. Замечательные ребята. Понятно, что первое время не хватало там друзей и знакомых, которые мы оставили на родине. Да. Но мы достаточно активно, как бы, буквально с первых же недель нашей жизни в Канаде начали активно знакомиться. Люди, с которыми мы побывали буквально в первую неделю нашего пребывания в Канаде, в гостях у них. Они сейчас наши хорошие друзья. Вот. И таких пар у нас очень много друзей и знакомых. Постоянно много появляется. Ну, кого там ты знал где-то очень заочно там по Украине, да. Кого там ты с кем-то когда-то у нас есть, одноклассник Овин, у нас тоже очень замечательные друзья. С кем-то мы познакомились по блогу, мы сейчас дружим. С кем-то на работе, с кем-то на площадке. То есть у вас все время, как бы, сначала он растет, круг общения, потом вы сужаете его до тех людей, которые действительно вам приятно уже общаться, которые разделяют ваши интересы, потому что все здесь разные и у всех свое видение. Но вы, как бы, мне кажется, у нас просто, ну, отличный круг общения, у нас очень шикарные друзья. Ну, на самом деле, да, устоялся круг, но, тем не менее, мы открыты для общения. Если вы смотрите это видео и вы живете в окрестностях Торонто, то welcome, пишите нам, мы готовы встречаться, общаться, как бы, расширять свой круг общения. Все люди интересные. У нас люди, которые смотрели наш канал, с нами потом связались, познакомились, мы общаемся до сих пор. Вот несколько пар есть таких, которых мы познакомились через канал. Да, да, одни даже знали, как у Марья. Мы крестили у них их доченьку здесь. В общем, как бы, круг общения. Я слышала некоторые нарекания от других людей, что, ой, тут сложно найти круг общения, сложно найти, если вы не общаетесь. Если вы никуда не ходите, если вы не заговариваете, если вы не пишете на форумах. Я нашла здесь замечательных людей у нас, недалеко от нас живут, через Facebook. Мы просто такие, ага, кто здесь живет, давайте встретимся. Мы встретились, у нас кликнуло, мы общаемся с семьями. То есть нужно тоже что-то делать. То есть для всего, чтобы чего-то добиться в Канаде, нужно приложить какое-то усилие. Даже для общения. Нужно кому-то позвонить, с кем-то встретиться и с кем-то заговорить первый. Я права? Конечно, конечно. Так, что у нас еще интересного за 6 лет произошло? Дети наши не знают русский. Дети, мы забыли совершенно. Старше, когда мы приезжали, ему было там 5,5 лет. 5,5, ему почти 6 было, да. И он не было точно забыл. Русский, украинский, в общем, он понимает с трудом, ну нормально. Не, он понимает, но сказать он такого. Сказать не может. Я говорить по-русски. Ну, он еще более-менее. А младшие, эти все подержи, вот это все. Не знаю, что он сказал. Кофе пошел, она пошел. Ну, такое, это вообще. Ну, не ладно. На самом деле, это была одна из основных причин, почему мы переехали. Из-за детей, чтобы им было какое-то понятное, предсказуемое будущее. И хорошее образование. И, в принципе, нормально с детьми. То есть, я доволен, что мы детей перевезли в Канаду. То есть, у них хорошее образование. Получают они, понятно, в школе учатся. Они ходят на разные спортивные секции. На какие-то там кодинги. Барабаны. Кружков много. Детям нравится. Я думаю, в Украине было бы намного сложнее. Нам бы, с точки зрения логистики, было бы намного сложнее организовать в Украине. Потому что у нас дом был под Киевом, не в самом Киеве. То есть, там было очень ограниченное количество мероприятий, активности для детей. То есть, нам нужно было бы возвращаться с Киева. Ну, короче, я считаю, что здесь, с точки зрения логистики, даже то, что вы должны ездить на машине, все время их возить, больше мероприятий. Но они, наверное, стоят дороже. Такая оговорка. То есть, мы, опять-таки, будем честны. Это все стоит денег. То есть, все эти кружки, большинство из них вообще далеко не бесплатно. Но, тем не менее, все хватает. Ну, хватает, да. На все. Поэтому, как бы, я доволен в плане детей, что мы их перевезли. И детям здесь нравится. В принципе, за 6 лет они ни разу не были в Украине. Была у нас мысль отправить на каникулы к бабушке. Но из-за ковида немножко не получилось. Ну, как-то, да. Из-за ковида. Я думала, вместе с ними съездить, показать, что где-то как. Но из-за ковида это непонятно как. Но все время, кстати, за 6 лет я один раз побывал в Украине. Пять лет назад. Оно было два года назад в Украине. Вот меня лично вообще не тянет обратно. Как меня тянет вообще. Тянет в плане пообщаться с друзьями, пообщаться с знакомыми, где-то погулять. Во Львовске. А так, чтобы именно жить там, остаться, не, я, наверное, уже все. Я уже оканадился. Меня абсолютно устраивает уровень комфорта, который есть в Канаде. Вот выходишь... Вот, кстати, от уровня комфорта. Ты вышел на уровень комфорта, вот, превысил, когда ты вышел на уровень комфорта. Вот в плане осознанности, в плане, там, денежно, вот, уровень комфорта. Да, сразу был, на самом деле. Ну, практически был. То есть... Я не про материальный комфорт, да, я по поводу того, насколько комфортно и спокойно жить в Канаде. То есть, что, peace of mind, голова не болит за то, что будет завтра. Если, вот, я общаюсь с друзьями, знакомыми в Украине, недавно разговаривал, и, ну, люди не знают, что будет завтра. То есть, они не могут планировать долгосрочно. Это то, что меня удивляло в Канаде, что здесь люди планируют на год вперед многие вещи. Мы никогда не планировали отпуск, там, за пару месяцев вперед, типа. О, ну, что же может произойти? Сейчас мы планируем, ну, за полгода, то есть, мы, там, планируем какие-то вещи за год, за полгода. Есть свои сезоны, есть свои отпуска, есть свои, как-то, устоявшиеся какие-то традиции. Ну, то есть, и ты не ожидаешь какого-нибудь подлянки от, собственно, там, правительства, что завтра какой-нибудь идиотский закон примут, и ты, там, потеряешь деньги, либо, там, ты будешь больше что-то платить, там... Сильно больше, да. Да, и поэтому, как бы, в наших статьях расходы, то есть, не 50% на продукты, как в Украине, там, и остальные 50% на квартплату, там, несмотря на то, что мы платим кредит за жилье, он занимает, там, буквально... 25%? 20-25% от того, что мы зарабатываем. Это, ну, совершенно подъемные деньги. Вот, поэтому... А продукты даже и 10-ти не занимают. Ну, то есть, это нормально, абсолютно, жизнь в Канаде... Ну, может быть, 10-ти занимают где-то, там, смотря, как питаться. Да. Ну, как бы, есть такие моменты, я очень долго тоже переживала, там, а что же, как же так, ну, мы же приехали тоже, да, они новые люди такие, со своим уже багажом. На самом деле, здесь, как бы, даже если ты лишаешься работы, если что-то происходит, тебе платят государство, там, чуть меньше, чем ты хотел, но тебе платят, тебе, там, идут навстречу какие-то, там, банковские платежи, то здесь ты понимаешь, что ты не пропадешь. Даже, вот, условно, фудбэнк, это банк, как бы, место, в котором ты можешь взять еду, если у тебя не хватает денег. Ты понимаешь, что ты с голоду не умрешь. И мне кажется, это очень, как бы, ну, это круто. Ну, слабо, слабо. Нам это не требовалось. Это нам не требовалось. Но, тем не менее, как бы, ты понимаешь, что, как бы, даже если капец полный случится, то есть места, в которых ты, как бы, ты и твои дети не умрете с голоду. И школа бесплатна, тебе не нужно красить стены, собирать на шторы, на политические факультеты. Да. То есть это, ну, это очень круто. Вы даже не представляете, насколько здесь проще в плане школы. Здесь, ну, никакой формы не нужной, никаких сборов, там, на всякие, там, ремонты. Никаких первых звонков с цветами. Последних звонков с цветами, там, какими-то огромными подарками от телевизора, от класса. И у меня ребенок в первый год пришел на последний звонок, единственный в брюках. Это был последний раз. Сейчас все-таки приходят, футболка, брюки. Я не знаю, кому-то это кажется плохо, кому-то хорошо, но мне, как маме, это спокойно, мне не нужно никаких усилий вкладывать. Он пошел, пришел, иц окей, когда ты, там, ну, работаешь. Мне это сохраняет какую-то мою энергию, то есть мне нравится. Что еще можно сказать? Путешествия. Мы путешествуем так же больше, меньше. Да, за 6 лет мы... Меньше путешествий. Мы стали меньше ездить, ну, потому что из-за того, что новая страна, неопределенность. Расстояния такие тоже. По Америке поездили немножко, там, парик круизов, полуаля, корейские острова. Очень много по Канаде. До Европы не доехали. В этом году, несмотря на COVID, вот, недавно съездили в Ванкувер. Следующее видео, кстати, будет по поводу нашей поездки в Ванкувер. Посмотрите, там, конечно. Замечательное видео, замечательное видео. Очень красиво, да, в Ванкувере. Вот, COVID очень сильно нам подпортил последние полтора года. Давай немножко поговорим про COVID. Значит, в Канаде COVID сейчас пошел на спад. Ну, последние 2 месяца даже 3 кривая вниз, но уже потихонечку, там, уже третья или какая-то, уже четвертая волна. Дельта пошла опять. Мне кажется, в Канаде самые ужасные, ну, не то, что ужасные, самые сильные ковидные ограничения. Не совсем. Ну, одни из. Школ у нас не было в этом году много. Школ у нас не было с апреля месяца до этого не было. От провинции, от провинции к провинции разные ограничения. В Антариум, да. В общем, немножко, немножко, мое личное мнение, немножко перегибает палку в плане ограничений. Но, тем не менее, как бы, уровень этих кейсов, кейсов мало. Вакцинация растет. Вакцинация лучшая в мире сейчас. По проценту вакцинированных людей в Канаде. Мы оба вакцинированы. Да, это, ну, сейчас Канаде на первом месте по вакцинации. Именно по второй прививке в мире. Вот по уровню, сколько новых кейсов, тоже мало. Но есть опасения, что на осень она опять вырастет, нам опять какую-нибудь закрутят гайки, наверное, на какие-нибудь новые ограничения. Уже, честно говоря, надоело. Год назад мы говорили о том, что эта хрень закончится. Правильно, закончится. Мы готовы подождать. Ну, сейчас уже все устали. Ну, посмотрим, что будет в конце года. Ну, вот мы были, ну, в Ванкувере мы расскажем, значит, там немножко по-другому. Но, тем не менее, да, мы уже, все уже устали от ковида, уже все вакцинировались, уже все, что могли, сделали. Типа, ну, камон, давайте уже жить нормально. Ну, посмотрим, как оно будет. Я очень, и все родители надеются, что дети вернутся в школу. Это не будет онлайн, как это было раньше. Но, как бы, что, опять-таки, секции продолжатся в местах, которые должны быть, не онлайн. Посмотрим, ну, типа, не сильно многого мы можем сделать. И, с другой стороны, государство, мне кажется, в этом плане, ну, помогает многим, и, там, бизнесом, кредитами, людям. И, там, идут навстречу. Ну, опять-таки, это тоже всему свой период. Кстати, по поводу своего периода. Мы говорили много в наших последних видео вообще о том, что пока в стране, в Канаде, либеральное правительство, иммигранты, не надо иммигрировать. Я вот буквально вчера прочитал статистику. За первые полгода в Канаду приехало 185 тысяч человек. Ну, не было куда-нибудь недавно. План на год 400 тысяч. А за весь прошлый год тоже приехало 185. То есть они уже в два раза больше людей привезли, ну, потенциально, чем в прошлом году. Вот, за год планируют миллион. Вот, и почему-то наши правители, Джастин наш слонушка Трюдо, решил, что ему мало власти, и когда не хватает ему большинства в парламенте, он решил пойти на новые выборы. В сентябре будут новые выборы в парламенте, в которых мы не будем участвовать, из-за того, что мы пока не граждане. Я сегодня ничего не понимаю в этом. И, может быть, поменяется власть. То есть они, конечно, планируют их выиграть, либералы опять, и пока либералы у власти иммигрировать проще. Большое количество программ, большое количество людей привлекает в Канаду. Ну, вот, сколько будет консерватора, есть еще, как минимум, год тоже это все сделает. Да, ну, поэтому, если вы думаете о том, что переезжать в Канаду, то это сейчас самое лучшее время, на самом деле. Несмотря на COVID, потому что, ну, Канада понимает, что COVID слишком ограничивает иммиграцию, они не стараются упрощать ее. Уменьшают там в разных программах требования. Баллы, требования. Требования по английскому, требования по доходам. Я вот сегодня с удивлением узнал, что на Нью-Брансвик атлантические провинции, если подаетесь, то можно там буквально 5 тысяч долларов на семью показывать денег. Вот, и английские в районе 4 пайл. То есть это просто смешные требования. Единственное, что там серьезное требование, это приглашение от работодателя, но этих работодателей там полно, и там они требуют работу совершенно не космическую, там буквально абсолютно, ну, то есть там мясник какой-нибудь, я не знаю, какой-то там оператор. Ну, нормальная работа, там это не ракетный. Машинный папорецкий картофель. Да, не физикатомщик. Какие-то абсолютно нормальные рабочие специальности, абсолютно любые люди, не говоря уже про айти. Айтишников Канада сейчас приветствует в любом количестве и во всех провинциях с нормальным английским. Ну, все профессии важны, все профессии нужны. А вот по поводу, кстати, онлайн обучения, насколько я знаю, мне проверена информация, что те, кто учились, поступили и попали в ковид, и учились онлайн из страны происшествия, им это время засчитывается, ну, как бы, им все равно потом выдаются виза. Да, были послабления по поводу получения postgraduate work permit после из-за ковида, что люди поуезжали обратно в свои страны и за ковида. То есть вы жили там, вратили деньги условно там на жилье, но тем не менее вы получаете возможность там на work permit уже здесь. То есть, мне кажется, любое время, когда вы решили иммигрировать, ну, иммигрировать, самое лучшее время. Не надо думать, что это будет лучше через 2 года, 3 года. Есть куча людей, которые приехали с детьми, вот, с маленькими детьми, без детей, тоже куча вообще вариантов, вообще отличный вариант. Как дети уже выросли, то есть любой вариант, когда вы считаете, что вы готовы иммигрировать в любой момент, это момент для иммиграции. Да, и то, о чем мы жалели всегда и до сих пор жалеем, о том, что мы не приехали раньше, на самом деле. Ну, всему свое время, опять-таки, мы там сделали свои, как бы, камеры. Понятно, на самом деле, была возможность, то есть, ну, думали про иммиграцию, мы лет за 10 до того, как по факту переехали. Просто лапой дух не клюнул, она не хотелось. Поэтому, как бы, если вы задумываетесь, то это уже, как бы, плюсик в том, чтобы не только задумываться, начать что-то делать, вот, потому что, ну, поздно, может быть, а вот, рано не бывает, поэтому лучше заботиться об этом немножко пораньше. Ну, опять-таки, если вы хотите достичь чего-то в Канаде, мне кажется, в любой другой стране, вы готовы быть, вы готовы к тому, что нужно будет работать, работать сильно, работать иногда, вот, перепрыгивать через себя, перепрыгивать через ваш, там, стыд, неуверенность. Ну, тут не бывает легких иммиграций. Если вы только в чемодан денег с собой не привезете, и то будет сложно, потому что английского у вас не будет. Поэтому, нужно быть готовым, потому что нужно работать, где-то будет неудобно, неуютно, но это все дуйвол. Канада отличная страна, для меня лично, в плане ассимиляции, вот, отлично, несмотря на то, что и возраст, как бы, не мальчик, и английский был, такой, на самом деле, не очень хороший, и какие-то такие мировоззрения, типа, там, толерантности и прочее, тоже не особо, как бы, были. На Канадском уровне, до сих пор привыкаю к некоторым моментам. То есть, и Канада, действительно, особенно, если брать, там, Антарио, Торонто, Ванкувер, Монреаль, это отлично окружение, в плане того, что вы не будете чувствовать себя белой вороной. То есть, таких, как вы здесь, ну, просто труд, пруди. Поэтому не ассимилироваться, найти друзей, знакомых, людей, говорящих на одном с вами языке, которые вам подскажут, очень просто. Ну, и чем больше я работаю сейчас в компании, я вижу, даже с годами меня эти тенденции, там, на каких-то проектах я работаю. Очень много наших людей, очень много русскоговорящих на разных профессиях, в IT, не очень IT, в Data, очень много разных людей. Поэтому наши здесь есть все, вы всегда можете получить поддержку, многие из них помогают, большинство помогают. Я ни разу никого не видел, что никто не скажет, ой, я тебе не помогу, я тебе там не расскажу. То есть, ну, нам все помогали, кого мы не виделись, мы просили о помощи кого-то, мы всем помогаем, кто нас просит, там, не знаю, советом, действием, чем-то еще. Поэтому люди здесь, ну, мне попадались, может, потому что мы как-то, ну, не знаю, такие оптимистичные, позитивные, но все попадались очень классные люди. А те, кто были не классные, они просто проходили мимо. Вот, и все. Поэтому переезжайте, если вы считаете, что вы готовы, если вы хотите, вы хотите рискнуть, получить какие-то приключения, эмоции, перешагнуть на какой-то другой уровень. У нас немножко другая тема видео. Да, ну что? Я говорю о том, почему мы переехали в Канаду, наши итоги. Ну, итоги, что надо переезжать, итоги. Итог, на самом деле, простой. мой итог за 6 лет я наконец-то расслабился в материальном плане, расслабился в плане английского, плюс-минус. Вообще расслабился. Рассслабился в плане работы, и теперь не хватает цели, надо куда-то дальше переезжать. По смыслу, Кстати, после первой эмиграции, мне кажется, уже ничего не пугает. Да. Переезжать у меня есть куча мест в списке, куда я хочу переехать, но это можно поговорим в следующем видео. план наш на следующие лет 20-10-20. Ой, мы ничего даже не планируем про Канаду. Заработать денег и переехать куда-нибудь в теплые края. Канада, на самом деле, климат в Канаде нормальный, но хочется чего-то потеплее иногда. Хочется моря, океана. Вот мы съездили в Ванкувер, может в Ванкувер переехать. В Ванкувере классно, на самом деле. Может там Франциско. Да, может куда-то в Калифорнию. Тоже хорошо. Ну такое. В общем, ребята, мир открыт, не надо себя ограничивать. Если вам хочется путешествовать, путешествовать, хочется переезжать, переезжайте. Лишь бы вам не было скучно, были там скучно, были возможности. Вы были счастливы. Вы были при этом счастливы. В любом случае вы берете с собой себя и куда бы вы ни переехали, если вы счастливы на одном месте, вы в любом случае будете счастливы и на другом месте, даже если нужно будет прилагать больше усилий. Поэтому мы с вами дерзайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звоночки. В общем, мы на связи. Не переключайтесь. Пока-пока.